Кадр редкий. Вы будете задавать вопросы про судей? Будете, да? Мы будем, будем. Я не буду спешить, вы будете про судей. Вот сколько на вашей передаче я повторял, что половину судей надо идти на биржу труда. Но не судить просто. Вот мы смеемся. Они же губят, футбол наш губят. Но я вам пример привести один. Да вообще, ведь все молчат. И ваша газета молчит. Я удивляюсь. Вы профессионалы. Играет Терри Камкар. Соломатин, мы говорим, наши футболисты, нападающие, боятся идти в штрафную. Какой Соломатин? Не Соломатин, а Каноников. Боимся идти в штрафную, разворачиваемся. Каноников проходит всю эту оборону. Просквозил. Его просто срубают. И он получается жемко короче. Он получается, это с ума сойти. Комментатор молчит. Газеты молчат. Его просто срубили. Он ворвался. Парень взял на себя ответственность. Прорвался среди вот этой шелона. А судья ему говорит, не надо это делать. А судья говорит, это не надо делать. Да, получи симуляцию. Вот как понять? Так. Сто процентные пенальти вообще. Сто двести процентов. А мы обсуждаем. А вот скажи, а мы бы с тобой лучше посудили бы? В смысле, как судья? Да. Я бы поступил то, что я вижу. Ну вот ты же видишь все. Вот при тебе бы как бы меньше скол было таких. Сколки все равно бы были. У нас, да нет. Но почему когда ты играл, я играл, я чуть пораньше. Почему у нас такого не было безобразия? Мы судьи уважали, они нас уважали. За редким исключением. Уважали нас. Ошибок не было совсем. А потому что они футбол снимали. Не, были ошибки. Были, но они были непредвзяты. А эти отворачиваются. Эти паразиты. Посмотри, они футболь наш корежат. Корежат футбол. Они пенальти. Стоит. В каждом туре. Стоит. Стоит Дани вне игры. Пять минут стоит Дани вне игры. Девого матча, да, я понял. Пять минут. И он же забивает все в порядке. Этого судью, который... У них всю бригаду. Ребята, идите. Я еще раз. Нам держат руда. Кто будет судить? Школы специальные. Профессиональные. Родители. Которые хотят. Которые будут знать. Родители гнать в шею. Если он будет вот так пороть, его уберут. Да. В шею. Но их убирать не во вторую лигу, не в первую, что они там пороли. А убирать вообще с футбола. Ведь дело все в том, что... Ну, давайте представим картину. Да. Давайте уже в денежном отношении. Человек, который порит, ему три игры судят в месяц, получает 300 тысяч. И ты знаешь, замечаешь... 300 тысяч. Самым главным является, что ошибки идут в пользу Зенита. Значит, вот этих, олигархов, я не только Зенит, олигархов. Но никак ошибка не идет в пользу Амкара. Да, да, да. И тогда мы понимаем, что они знают, кто там, как принял. Играли эти, как вы говорите, матч Амкар-Тон. Вот о судействе Владимир Левитин у нас в блоге пишет. Рыкова выгнали за две желтые карточки. Ну, не умеет так судить. Ну, не умеет он судить. Это беда. Это их беда. Ты не надо беда. Лаюшкин в матче Ростов-Терек ошибся. Безбородов. Ну, почему? Это не ошибка. Это беспредел идет. Это не просто ошибка. Это... Это всего лишь две карточки и все. А мы говорим о результативных ошибках. На точку поставил, вот когда Канунников прошел. Он всем показал, что это он нырнул там, они его сбили. Вот там был бы пинать и гол был бы. Это результативно. Конечно. Я бы хотел вот цитату одну. Спартаковцы, армейцы, зенитовцы привыкли быть наверху. Ну, я не буду говорить, кто это сказал. Они любят, когда говорят только о них. Пишут только о них. Это как на дороге. Едет крутая машина, а ее обгоняют. И ладно бы впереди был МЮ. Это не обидно. А тут наш Жигуленок. Вот Анжи. Это обида. У нас традиции. У нас звезды на майках. У нас деньги большие. Да, Валерий Ильич? Да здесь очень просто. Смотри вчера Спартак Урал. Валерий Ильич, я процитил. Рекорд пока побит 27 тысяч сидел. Если придет на Урал крылья Совета в 27 тысяч. Все боятся, Валерий Ильич, все боятся Анжи. Сейчас после этого поражения только что залпов салютов не слышно. Это ведь злоба сравнимая с той, когда только-только появилась Мэрилин Монро. Это кто пишет? Нет, чтобы сказать, появилась фантастическая красота женщина. Но стали придумывать чушь. Что подтяжки на лице, грудь не того размера. Давайте наслаждаться Монро, присутствуем ее в нашем коллективе. Вместо этого идет изрыгание проклятий. Изрыгание проклятий со стороны Ремчукова идет. Это Ремчуков. Это не Ремчуков. То есть не за счет денег, а что там бессребреники играют. И Халка, и вся страна эта возмущалась. Я тебе говорил, мне все равно. Главное, что хорошие футболисты приехали. Но когда Дани стоит на игры полчаса, ковыряется в носу. И он же забивает. Когда Халк дважды подряд выпрыгивает туда. И ему не дают желтую карточку за симуляцию. А дают. А экономику дают. Потому что он теперь не в Зените, а в Амкаре. Вот тогда возмущение начинается у всех и вся. А потом я хочу другое сказать. Вот кто пишет об этом. Человек просто неграмотный. Мы просто... Я честно говоря... Ну если команды, которые образовались со времен довоенных. Такие чумовые традиции. Там такие люди играли великолепные. И олимпийские чемпионы. Фамилии назвать не буду. Добейся уже того хотя бы на 1% что добились эти клубы. Здесь играет Самюэль, который взял Еврокубки. Я еще раз повторяю. Спартак. И что? Спартак Урал собрал вчера 27. А Канавара играл в Саудовской Аравии и закончил. И никто не помнил, что он там играл. Ты заканчиваешь футбол. Да. Я говорю про другое. Следующий тур, например, Урал играет с Краснодаром. Вот Динамо-Спартак... Будет сидеть 5 тысяч на стадионе в Урале. Ну ладно. Да я вам говорю. Ладно, я никогда не ошибаюсь. 5 тысяч. Не 27 тысяч, а 5 тысяч. Ты проиграл 100 рублей. Да. Когда Португалий. Не надо между... Сереж. Пускай вернет Евгений Сипов. Вернет, потом не отдаст. Человек... Не отдаст потом. На коньяк с собой стою. Не-не-не. Какой коньяк? Игорь Тенат. Возьмите 100 рублей. Сереж, я хочу что сказать. Вот ты смеешься. А вы... Не кладите, положите. Ничего смешного нет. Динамо-Анжи... Я отдал. Динамо-Анжи публику собрала очень мало. Да. Играл бы Спартак, он же был бы полный. И люди должны понимать, какая масса людей в Москве болеет за кого. Здесь вопросы. Глушаков правильно сказал и Бакетти. Они говорят, команда чумовая, Спартак по сбору болельщиков. Даже они понимают. Ведь дело... Не обманишь традиции наши, московские. Вопрос есть про этот матч. Про делки Петреску с Мол...